Традиционно под занавес уходящего года в Наринмаре проходит первенство округа по тэквондо. В этом году разыгрывался комплект из 25 медалей. Участие в соревнованиях приняли 102 спортсмена в возрасте от 6 лет и старше. Обладательница синего пояса по тэквондо Елизавета Бякина. Основы корейского боевого искусства изучает уже 4 года. На вопрос, почему выбрала именно это направление, отвечает – всегда мечтала быть сильной. «Сказала тренера, что где-то в 14 лет я уже буду сдавать на черный пояс. Тебе как помогает этот вид спорта в жизни? Ну, я становлюсь более сильнее и могу уже себя защитить, если кто-то будет ко мне приставать. Ну, в школе знают, что ты ходишь на тэквондо? Наверное, боятся тебя? Не, не боятся. Они наоборот меня просят, чтобы защитить». Никита Соломатин 7 лет тому назад пришел в секцию тэквондо по предложению своих родителей и ни о чем не жалеет. В планах на ближайшее будущее получить черный пояс. «Тебе как-то в жизни этот спорт помогает?» «Да». «А как? Почему?» «Ну, например, на улице, если кто-то пристает, приходится отбиваться». Приходилось давать отпор хулиганам и 9-летней Саши Мужиковой. В секции тэквондо девочка занимается уже третий год. Признается, перед соревнованиями немного волнуется, но отступать не намерена. «Что для тебя значит вот этот вид спорта? Что он тебе дает?» «Силу, уверенность в себе, чтобы защищаться. И защищать маленьких. Для спортсменов сегодняшнее соревнование – это возможность доказать, в первую очередь, самим себе, что они сильны и телом, и духом. «Ребята растут, растет техника. И поэтому результат уже по итогу соревнований он покажет, какие места кто занял. И есть ли возможность у него попасть в сборную округа в патхэквондо». Победители первенства округа патхэквондо получили достойные награды. Сильнейшие будут представлять наш регион на первенстве Северо-Западного федерального округа. Соревнования пройдут в феврале 2018 года в Архангельске.